Казахстанские блогеры Кройку независимых интернет-журналистов не пустили. Их фамилий попросту не оказалось в почетном списке. Собрались, так сказать, правительственные блогеры, которые в основном пишут одно вранье по большому счету и объективно не рассказывают о действующей власти в стране. Обычно просто срач, мелкий срач они в своих твиттерах, фейсбуках и так далее. Примерно такая же реакция на правительственных интернет-писак была и у известного российского блогера Ильи Варламова, который в конце января побывал в Казахстане. После встречи со своими, так сказать, коллегами и совместной прогулки по Алматы, Варламов вежливо назвал их милыми скучными зайками, а сам город жестко раскритиковал. Очевидно, встреча одного из самых непубличных акимов с блогерами была нацелена именно на сглаживание острот российского засланца. Однако места за обеденным столом получили как раз-таки те самые милые скучные зайки, то есть прикормленные властями интернет-обозреватели. Независимые же блогеры, не получившие приглашение на знатную обедню, попытались на нее напроситься. Я знаю, что список уже сформирован, люди уже приглашены. Я очень пожалею, что вы не попали в этот список. Я думала, что вам поведет в следующий раз. Давайте я допишу ваши данные. В то время как Аким милолюбезничал со своими пушистыми блогерами в радушной обстановке ресторана, у входа в трапезную разыгрывалась совершенно другая сцена. Незваных гостей встретила охрана заведения и полицейские. Всех трех задержанных доставили в административный суд. Журналистов в зал заседания не пустили. Здесь разрешение судей я не пускаю, потому что у нас правило такое. Первым судили Дмитрия Щелокова. Его признали виновным в мелком хулиганстве и дали 10 суток административного ареста. Протокол не составлялся. Мне его на обвесе не давали. Такие же сроки влепили Ренату Кибраеву и Нурали Айтиленову. По словам Дмитрия Щелокова, суд больше всего походил на фарс, поскольку обвиняемых даже не ознакомили со статьей закона, которую они якобы нарушили. Протоколы задержания их и вовсе отсутствуют. Предоставить адвоката для защиты подсудимых органы отказались. В связи с этим Дмитрий Щелоков объявил 10-дневную голодовку. Отмыть замызганный имидж нерадивого городоначальника Ахмеджану Ясимову так и не удалось. После скандального обеда он замарал его еще больше. Теперь его имя известно всему Фейсбуку и блогосфере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok